В эфире студия репортер с Вероникой Годятской. Здравствуйте. Сегодня обсуждаем проект в медицине новшества поликлиники без очереди, благодаря которому горожане могут попасть на прием к врачу, зарегистрировавшись через интернет. Пока что проект пилотный, реализуется он в шестой детской поликлиники, но подробнее о том, как можно записаться в эту поликлинику, нам расскажет главный врач Сергей Горещак. Здравствуйте. Здравствуйте. Сперва о проекте, как давно он стартовал и как работает сам механизм. То есть я хочу записаться к врачу, что мне нужно для этого сделать? Самому проекту, на самом деле это не новый проект, который был запущен прямо на Украине, вот только у нас. На самом деле этому проекту, который уже реализован в городе Киеве, тоже в аналогичной где-то такой поликлиники уже целый год. Поэтому, основываясь на их опыте, и департаментом, и мэром города была поставлена задача реализовать нечто такое подобное у нас. Поликлиника была выбрана, потому что это одна, ну самая большая поликлиника по охвату детского населения, это 38 тысяч 600 детей регистрированных. И вот этот пилотный проект, я очень благодарен, что именно реализация начинается у нас. Вот всеми, знаете, в очень короткий срок была реализована данная программа, может быть еще не на все как бы 100%, но на данный момент есть несколько способов, как попасть в поликлинику на запись к врачу. Один из них, это как раз на самом деле, вы уже сказали, это просто обыкновенный компьютер, то есть человек из интернета заходит, смартфон, планшет, то есть любой гаджет, который имеет доступ в интернет. А какой сайт? Куда нужно заходить? Сайт, есть централизованный сайт, который там по легким ссылкам выводит как раз там город Одесса и детская шестая поликлиника, и все, и дальше идет такая, ну небольшая регистрация для того, чтобы понимать, что это человек с какими-то хотя бы намерениями там на самом деле. Там надо ввести свой телефон, на который он получает там смс-ку и надо там отбить этот номер. Такая мини регистрация соглашения с обработкой персональных данных и вот уже как бы сайт открывается. И дальше человек уже выбирает себе специалиста день, время, когда. А как попасть на этот сайт? То есть что нужно вводить? Название сайта. Есть название сайта, оно очень длинное, поэтому я думаю, что я вам его расскажу и вы как бы потом введете у себя там такой страничкой, ну что вы говорите, ну это длинноватый. Поэтому в поликлинике приспособлены такие как бы новшества, это QR-код, когда человек просто сосканировав его, сразу выходит на эту вещь. Ну или просто в ручном режиме вводит его и все. Либо второй способ это терминал, который стоит у нас на двух этажах. Такой обыкновенный, вот как знакомые, наверное, платежные терминалы. Там уже ничего не надо как бы там не вводить, он уже готов к записи. Точно так же небольшая регистрация с введением своего телефона. Третий способ это регистратура. То есть если человек по каким-то причинам вдруг, ну не понимает, или с гаджетами не дружит, или ну просто нет интернета дома, без проблем он заходит к регистратору. Регистраторы все наши прошли обучение, потому что все в интенсиве, в том числе обучение было как онлайн, так и приезжали ребята из Киева, обучали наших медсестер, регистраторов, потому что бы это было максимально комфортно, быстро и четко. Все-таки достаточно сложно зарегистрироваться на сайте, если не знаешь его название. Как вбивать в поисковик? В поисковик поликлиника без черг. Все. Больше ничего. И Одессит получит сайт, на котором можно записаться в шестую детскую поликлинику. Да, ну просто обозначить, что это поликлиника именно без черг, вводить тогда он будет как бы искать в украинских ресурсах, потому что аналогичные вещи, конечно же, есть и в России, и в других местах. Чтобы немножко сузить, это поликлиника без очередей Украина. Ну, то есть это гугл, да, там, например, обыкновенный. И все, и там очень быстро как раз и выводится на это. Насколько я знаю, проект стартовал еще в начале сентября, то есть можно говорить о том, что уже какие-то первые результаты можно проанализировать. Насколько охотно люди пользуются возможностью без очередей прийти в больницу и попасть на прием к врачу? Я чуть-чуть как бы назад отмотаю время. Именно как раз перед тем, как реализовывать у нас, я встречался, наверное, общался с главным врачом, у которого эта вся система работает целый год. Ну, то есть они уже прошли все эти круги, там, я бы так сказал, некого ада, знаете, потому что все новое, которое вводится, оно воспринимается каждым по-разному. Одним это прекрасно, особенно те, кто владеет гаджетами. Например, некоторые мамы наконец-то говорят, о боже, слава богу, что такое вели. Ну, точно так же противников очень много. Причем это могут быть как и со стороны медработников, потому что это новая какая-то непонятная система, хотя на самом деле она облегчает им в конце концов работу, до людей, которых вообще не понимают, что это вообще в принципе такое. Поэтому, конечно, меня как вот уже администратора статистика очень интересовала. И несмотря на то, что данный проект был запущен всего лишь 2 сентября, то есть это довольно-таки маленький срок, уже была проведена статистика как бы двух недель работы. И вот эта цифра, 3241 человек, это те люди, которые записали всего за две недели. Причем реально и фактически работала система вот так вот четко где-то неделю. То есть за 7 дней. Причем запись была как на выходные, так и суббота, воскресенье. Человек себе сидел дома, открыл этот сайт, записался. Причем самое интересное, другие цифры о том, что запись электронная именно с получением СМС, потому что СМС или сообщение там вот приходит о том, что в такое-то время к такому-то врачу, ну то есть подтверждающий, что человек зарегистрировался, и он получал вот именно через компьютер, через интернет, через просто там телефон было 80% записи. И всего лишь там 20% через регистратуру. И по уверениям именно главного врача и ребят-программистов, ну вот к этой компании, через какое-то время вообще терминала не надо будет. То есть те терминалы, которые у нас сейчас стоят просто потому, что система новая, от них отходит, потому что он не имеет никакого смысла. По этой цифре можно говорить о том, что спрос действительно есть, и тут имеет смысл проанализировать вторую категорию людей, как раз-таки те консерваторы, о которых говорите вы, которые не очень лестно встречают подобные реформы. Если мы говорим о живой очереди, то есть это все остальные, которые либо знают, что есть такая возможность и не пользуются ею, либо не знают, также стоят в живой очереди. Вот приоритет кому будет предоставляться? Приоритетность здесь на данный момент является, вот на данный момент, это острые, ну пациенты с острой патологией. Там температурящий ребенок или, не дай бог, какая-то травма и так далее. Для этого приспособлена программа очень гибкая, есть специальные окна и регистратор, если, например, человек обращается, говорит, у меня кровотечение, перелом и так далее. Тогда в очереди уже, которая существует, появляется некая красная такая графа, ситуация ургентная. Врач уже у себя на компьютере видит, что ему к кабинету уже подошел человек, которого не вызывает по оказанию срочной помощи. И очередь немного сдвигается. Это приоритет, который, ну вот хотелось бы до этого дойти. Конечно, сейчас есть и люди, которые вот будут спорить 40 минут, примут, что ему это не надо, с родителями, которые пришли все с талончиками. Но рассказывать, что не надо, конечно, его примут. Но со временем, я думаю, будет переход о том, что нет талона, нет приема. Если мы говорим о неургентных ситуациях, когда пришел родитель с ребенком, у которого насморк, и второй точно такой же. Один приходит с талончиком, второй говорит, что я вот тут уже 3 часа стою, достаточно жизненная ситуация. Это кому предоставляется приоритет, потому что что тот человек зарегистрировался, что другой простоял в очереди. Как решаются такие конфликты? Конфликты на самом деле сейчас исчерпываются как раз общением родителям между собой в очереди. То есть родители, которые уже с талончиком, он некий адвокат этой системе и врачам. Если он по какой-то причине не понимает, что как, ему родители объясняют. Если же там какой-то вопрос, и мало того, периодически доктор или медсестра выходит, на прием и спрашивают, какие ситуации, какие вопросы, если не так будет какой-то скандал и так далее, они все равно обращаются к администрации. Но пока такого явного ничего не было. По поводу приоритетов, все все равно будут осмотрены, всем будет все равно оказана помощь. Здесь нету такого приоритета, знаете, потому что система, она и называется пилотная, потому что обкатывается. Потому что иногда бывают те ситуации, которые, например, было буквально недавно. От нас зависело, что, например, отключение было света, РЭС, и на какой-то момент просто доступ к серверу был ограничен. И знаете, как сразу у нас же как бы есть страничка в Фейсбуке, и сразу в службу как раз начинаются звонки. Вот, а система не работает, знаете, там не работало час, а выводы уже сделали, что все плохо. Точно так же, например, там отсутствие интернета. Но не знало, что там дядя Вася какой-то перекопал кабель оптоволоконной оптики, потому что он не знал, что копать здесь нельзя. Есть такие моменты. И поэтому сейчас идет вот эта обкатка, и как раз для того, чтобы человек понимал, насколько вся сложная система, вот есть некая досхема, но это уже красиво, а есть та рисованная схема, когда мы пытаемся учесть каждый абсолютно нюанс, там недовольный посетитель, температурящий, кровотечение, записался там неделю тому назад, и получается, кому же приоритет-то отдать. Но на самом деле все эти приоритеты и все остальное, оно буквально уже где-то спустя, вот эта графическая такая интересная, то, что мы с разработчиками стояли, знаете, как алгоритмы разрабатывали. Это и есть та реформа, которая, если ты не введешь, пробовать, менять ничего невозможно. У меня вот такой вопрос. Опасения часто бывают у наших людей, что система будет работать медленнее. То есть существуют подобные проблемы в Германии, во Франции, когда необходимо записываться на одну, на две недели вперед. То есть бывает так, что пока дошла твоя очередь, ты уже здоров. Можно ли говорить о том, что у нас такой ситуации не будет? Понимаете, вот, например, в Англии средний период ожидания врача, и не потому, что он не занят, полтора часа в среднем. Потому что я, когда общался именно с врачами, есть, знаете, психологические критерии. Тут человек, который именно острый и болен, он дождется своей очереди, а тем, который только спросить или какую-то справочку и так далее, он уходит с этой очереди, он не будет ожидать. Конечно, мы до этих европейских мерок, я надеюсь, доходить не будем. Но это четкая мерила того, что, на самом деле, вот, знаете, человеку консультация. Это, например, первичная, это, к примеру, 20 минут. Если человек просто там пришел на медосмотр, это 5 минут. И эти все вот параметры можно выбирать в результате самой регистрации. Если каждый будет соблюдать, ну, понимаете, вот много претензий, например, у тех же пациентов. А вот, например, человек записался 3 дня тому назад, причем к трём специалистам, и не приехал. И даже не вздумал, знаете, вот в голову не пришло, что надо было зайти на сайт и отменить. И вот если к этим людям, знаете, применять такой, знаете, некий чёрный список, чтобы посмотреть, аж такой вот бандит, всем не нравится. Но как здесь системка чуть-чуть, знаете, дала сбой, не работает, сразу, ба, столько возмущений. То есть если по-хорошему не получается прийти, необходимо отменить свою запись. Ну, конечно, это предусмотрена система. Если же человек, например, записался в один день к 5 специалистам, и они ещё совпадают по времени, система, конечно, это не допускает, потому что учитываются все эти моменты. Но если, например, вот там час, через час к другому, через час к ещё третьему, ну, то есть, знаете, какой-то медосмотр, взял и не пришёл. Всё слетает, всё слетает, не то, что слетает. Нет, это не слетает, потому что очередь перемещается. Но если в системе есть, знаете, такая хронология, если это хронический такой пациент, то он, значит, как бы, ну, там не то, что в чёрный список, но просто тогда уже регистратор может его обзванивать, то есть позвонить и сказать, а вы будете сегодня? Ну, то есть узнать, не будет ли его запись опять через неделю, точно такой же, как 50 раз до этого. Хорошо, а врач видит записи свои на этот день? Обязательно. В этом-то и смысл для того, чтобы доктор, который, приходя на работу… Через собственные какие-то гаджеты или… У него есть собственный кабинет, он, ну, если надо… Он обязан каждый день туда заходить и просматривать. Ну, что значит обязан? Знаете, как, вы же планируете тоже свой день, и у вас есть ежедневник. Раз заглянули, да, сегодня такой-то день. Так и доктор, перед тем, как выйти на работу или уже на работе, он подходит к регистратору, который может, например, там распечатать лист сегодняшнего приёма, он понимает приблизительную, да, схемы. Второе, он заходит на компьютер, смотрит, так, у него есть список… Ну, человек, какая-то проблема. И, знаете, вот вы говорили о том, опасения на месяцы там ожидания, лист ожидания и так далее. Но разве это хуже будет, чем, например, 70 человек на приёме, стоять 3,5 или 4 часа, при этом осмотр занимает 5 минут, потому что врач физически не может 70 человек принять, и быть очень довольным тем, что это был некий беглый осмотр уставшего врача, замученного ребёнка и разругавшегося со всеми мамой, папой. По-моему, это та золотая середина, к которой надо стремиться. Удобство и комфорт. Удобство, комфорт, качество обслуживания. Потому что если просто так справку или спросить, то смысл стоять человеку, да, там 3,5-5 часов, если можно записаться, прийти на своё время, подписали, посмотрели, сравнили анализы, 5 минут домой. И ты спланировал. И напоследок такой вопрос, время немного поджимает. Интересный момент этого проекта в том, что на основе электронной системы будет формироваться карта пациента, то есть та, которая сейчас есть в письменном виде. Также там врач сможет увидеть операции, все анализы, которые были до этого проведены. Сейчас это уже реализуется или это пока вот в планах ещё? Данная система — это только как 15%, а может быть даже и 10% от всей общей системы. Но это является той осью, на которую можно всё нанизывать. И количество модулей от стационара заканчивает родильным домом, например, да. И дальше родильный дом, своя карта, передача их в детскую поликлинику. Если вдруг, не дай бог, стационар — другая история. Подтянуть сюда скорую помощь. То есть это настолько разноплановая система, что это ось, на которую дальше можно нанизывать модули. То есть это идея перспективная? Конечно. А потому что, конечно, планируется уходить от этих бумажных носителей к электронным, это тоже очередной, знаете, другая ветка. Потому что сейчас, к сожалению, даже вот, например, в пилотном проекте «Винница», которая являлась неким таким, знаете, локомотивом вот этого всего, сейчас врачи ведут и электронную, и бумажные версии. То есть это горы и терабайты всякой информации по одной причине. Потому что ещё министерство не отменило, что, например, электронной, если ведёшь, ты можешь не вести вот эту бумажную. Потому что как только какой-то запрос там из внутренних дел и так далее, ну то есть какую-то… Тим электронную версию, она как бы у нас юридически не имеет силы. То есть, правда, такая вот коллизия немножко правовая. Но я уверен в том, что от этого мы отойдём, и как во всём мире будет, конечно же, планшет, ввёл ID, ну имея, конечно, доступ к этому. И твоя информация от анализов там до чего-то, либо ещё у доктора есть. И не надо таскать с собой вот эти вот пачки исследований, пачки чего-то. Но я думаю, что министерство к этому стремится. И мы как первая поликлиника, одна из первых поликлиник, которые, я считаю, правильно сделали, что участвуем в этом пилотном проекте. Спасибо вам большое за полезную и действительно интересную информацию. Желаю вам быть здоровыми. Эфир провела Вероника Глядская. Оставайтесь на репортере.